Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии я, Аида Малахова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. 20 февраля состоялся визит представителей «Газпрома нефть» в КФУ. На лайнере «Даймонд Принцесс» выявили коронавирус у 621 человека. 19 февраля в Казани состоялось заседание ученого совета, посвященное столетию со дня рождения Ивана Поминова. В попечительском зале Казанского федерального университета состоялось очередное заседание ученого совета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. Повестка дня включала в себя выборы заведующих кафедрами, представление сотрудников к присвоению ученых званий и не только. Целая серия наград была вручена сотрудникам различных подразделений Казанского федерального университета. Ректор КФУ Ильшат Гафуров лично наградил их почетными грамотами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд. Также 20 февраля в Казанском федеральном университете состоялась международная научно-практическая конференция по психологии и международный методический семинар, посвященный преподаванию языков. Об этом мы расскажем в завтрашнем выпуске. А теперь к следующим новостям. 20 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся ознакомительный визит с целью дальнейшего сотрудничества. Делегации ПАО «Газпромнефть». О том, какие вопросы обсуждались на собрании, более подробно в сюжете Льва Диденко. В стенах Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла ознакомительная встреча представителей компании «Газпромнефть» с проректором института. На заседании стороны обменялись опытом в создании технологий по транспортировке и переработке газогидратов. В последнее время создание подобных разработок является приоритетной задачей во всем мире. Сейчас мы обсуждаем новое направление, которое позволит перевести на новый уровень первичные исследования для того, чтобы применять различные технологии для разработки нефтегазовых месторождений. Помимо представителей «Газпромнефти», университет в составе делегации посетил профессор, доктор наук из Северного Арктического федерального университета Юрий Танконогов. Он также внес большой вклад в изучение и создание технологий по транспортировке и переработке газогидратов. К слову, сейчас для поиска и добычи ресурсов используются громоздкие и дорогостоящие технологии. Ученые КФУ совместно с компанией «Газпромнефть» планируют создать устройства, размеры которых не будут превышать нескольких сантиметров, а их стоимость составит не более 50 тысяч рублей. По словам экспертов, подобные технологии сильно упростят разработку нефтяных месторождений. Сегодня мы обсуждали так называемые микрофлюидные технологии, которые позволят те эксперименты, которые идут неделями, месяцами, сделать в течение часов, дней и, соответственно, таким образом получить решение намного быстрее и, соответственно, быстрее продвинуться с точки зрения дальнейшей разработки месторождения нефти и газа. Как заявили ученые, работа над проектом уже начата, и данная технология увидит свет в ближайшее время. На данный момент «Газпром» ищет партнеров для его реализации, одним из которых стал Казанский федеральный университет. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс. 20 января круизное судно «Даймод Принцесс» вышло из Иакагамы и вернулось туда 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге на лайнере, пришвартованном в порту японской Иакагамы. Находится около 4000 человек, включая членов экипажа. Среди них есть и российские граждане, а число зараженных коронавирусом постоянно растет. Подробности в следующем сюжете. Если бы лайнер «Бриллиантовая принцесса» был отдельным государством, то по числу зараженных коронавирусом он бы занял уверенное первое место. Это крупнейший в своем классе круизный лайнер, который в феврале 2020 года из райского места превратился в тюрьму. На лайнере, пришвартованном в порту японской Иакагамы, находится около 4000 человек, включая членов экипажа. Среди них есть 24 граждана из России. По состоянию на 20 февраля, в результате тестов коронавирус выявили у 621 человека. Два человека в результате болезни уже скончались. Изначально планировалось дать сойти людям на берег 19 февраля. Однако, в связи с постоянно выявляемыми новыми случаями заболевания, карантинные меры продлили. США отказались эвакуировать 400 своих граждан с круизного лайнера, так как не хотят подвергать риску жизни и здоровью более чем 320 миллионов американцев. Власти Японии своим решением сделать карантин на круизном лайнере превратили его в инкубатор коронавируса, что неминуемо приведет его к печальному статусу лайнер обреченных. 19 февраля объявили, что карантин на круизном лайнере все-таки снят. И в число сходящих на берег включены два гражданина России. Этот процесс должен завершиться к 21 февраля. Тем временем, Национальная комиссия здравоохранения Китая проанализировала полувозрастной состав первых умерших в больницах Китая и выяснила, что две трети умерших от коронавируса мужчины. Специалисты связали эту гипотезу с тем, что мужчины чаще курят, поэтому их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию. Еще одна версия – генетическая предрасположенность мужчин к более тяжелому течению болезни. В Мадириковом Китае число скончавшихся от коронавируса достигло 2000 человек. Общее число зараженных составляет на данный момент 74 185 человек. Власти страны считают, что пик эпидемии придется на конец февраля, а эпидемиологическая ситуация должна полностью нормализоваться в апреле. Ученые уверены, что коронавирус не исчезнет сам по себе и допускает возможность масштабной эпидемии. С 20 февраля граждане Китайской Народной Республики не смогут въехать на территорию России. Это касается всех, без исключения граждан Китая, туристов, студентов, а также желающих посетить Россию с частным визитом или устроиться здесь на работу. Распоряжение о временном приостановлении въезда подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это ограничительная мера введена для обеспечения безопасности граждан Российской Федерации. Связано, конечно же, с мероприятиями по нерависпространению коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. В Казанском федеральном университете на данный момент обучается 1235 граждан из Китая, большая часть которых во время каникул не покидала пределы Российской Федерации. В Казанском федеральном университете обучается 1235 граждан Китайской Народной Республики. Подавляющее большинство студентов не уезжали на каникулы, провели каникулы в Казани. И с самого начала семестра, с 10 февраля, большинство студентов китайских приступили к обучению в Казанском федеральном университете. После закрытия границ между Китаем и Россией министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал приказ об организации образовательной деятельности для обучающихся, находящейся на территории Китайской Народной Республики. Освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Данное нововведение коснется и Казанский федеральный университет. Мы ожидаем приезд студентов ко второму марта и институты сейчас активно прорабатывают возможность обучения студентов в режиме онлайн, использования каких-то иных форм обучения. Постоянно находимся в контакте как со самими студентами там и с Генеральным консульством Китайской Народной Республики в Казани. Консульство тоже оказывает нам поддержку, относится с пониманием и консульства, и студенты граждан Китая. Иван Сергеевич Поминов – физик, профессор, заслуженный деятель науки ТАССР. 19 февраля в Казани состоялось заседание ученого совета, посвященное столетию со дня рождения ученого. Подробности в следующем сюжете. 19 февраля в Институте физики Казанского федерального университета состоялось заседание ученого совета, посвященное столетию со дня рождения Ивана Сергеевича Поминова. Именно в этот день в 1920 году родился физик, профессор, заслуженный деятель науки ТАССР. В 1948 году он окончил Казанский федеральный университет, а затем стал первым заведующим кафедрой оптики и спектроскопии Института физики КФУ. Поминов возглавлял кафедру в течение 31 года. Еще 15 лет он являлся деканом физического факультета Института физики КФУ. Прием у нас в то время при Ивана Сергеевича достигал 275 человек физиков, радиофизиков и плюс 50 человек вечерников. Но в конце концов вот это вот здание, в котором мы сейчас находимся, было построено при Иване Сергеевича Поминове. Главной темой заседания стали воспоминания об Иване Поминове. На заседании собрался не только ученый совет, но и другие сотрудники института, когда-то работавшие с ним. Основные научные работы Поминова относятся к молекулярной спектроскопии. Студентам он читал курсы по прикладной оптике, атомной и молекулярной спектроскопии. И по сей день эти курсы остаются базовыми в учебном плане кафедры. Диана Желенкова, Фарид Захидоглы, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok